Девушки отдыхают От нас и нашей прекрасного адвоката Дианы Аркадьевны Татосовой Которая расскажет вам все, что нужно вам знать об уголовном кодексе О том, как нужно себя вести в тюрьме Как нужно себя вести, чтобы не оказаться в тюрьме А, вот это, собственно, я предлагаю назвать нашу передачу Как нужно себя вести, чтобы не оказаться в тюрьме Итак, Диана Аркадьевна Татосова, вам представляется слово? У нас формат научно-публицистический, юмористический, художественный, романтический Какой у нас, чтобы понимать вообще? Физкультура Спортивный? Да Я считаю, что вообще любое мероприятие, связанное со словоизъяснением своей мысли в аудиоформате Является в некоторой степени спортивным упражнением Потому что, когда человек говорит что-либо Он говорит это какими-то определенными органами Вот когда вы говорите, например, Диана, вы говорите чем? Животом, сердцем, умом Я говорю, безусловно, душой Вот, а адвокат должен говорить буквой закона Мозгом, мозгом Буквой закона, Диана Аркадьевна, пожалуйста Поэтому у нас все адвокаты и все судьи говорят душой Вот душа, например, у судьи Навального Сначала свернулась в четверг А в пятницу развернулась, и он его отпустил Домой Вот она русская душа Непознаваемая, непонимаемая Так может быть мы напишем закон душевный, а не закон государственный Посмотрим, как будет развиваться динамика души судьи Когда придет время для исполнения наказания На исполнение наказания, по-моему, у нас Кто занимается исполнением наказания? Федеральная служба исполнения наказания Но, может быть, судья... Так, а вы кому экзамен задавали, Диана Аркадьевна? Давайте-ка мы проверим вас сначала Базовые знания юриспруденции Российской Федерации Пожалуйста Статья 51 Конституции Российской Федерации О чем вы просите? Вы имеете право сохранять молчание Относительно вас, ваших ближайших родственников Кром которых определен семейным кодексом Не давать каких-либо показаний Воздерживаться от заявлений, комментариев И других следственных действий Мы не договаривались, у меня чистый блокнотик Да, у меня тоже ничего не горит А на сегодня знаете какое число сегодня? Сегодня 31 июля 2014 года 31 статья Конституции Российской Федерации о чем говорит? 31 статья Конституции Да Вы знаете, она не очень распространенная Но я думаю, что... Каждый, каждый... Это глава... Сейчас, секундочку Помню, 21 Подождите, но у нас... Это уникальный случай, потому что 31 число Каждый месяц Лимонов Выходит на акцию 31 статья говорит о том Насколько я помню О свободе слова Или о исповедании О свободе слова Что надо сделать? Свобода собраний Свобода собраний Нам подсказывает наш прекрасный... Помощник Нет, не помощник Я думаю, это в некоторой степени Человек, который владеет сразу пятью профессиями Кстати, очень-очень интересно Знаешь, мы во Франции, например, смотрели И там, если ты электрик То электрик получает обязательно специальность Дополнительного сантехника Таким образом, можно взять одного человека На полторы ставки То есть человек больше зарабатывает И так далее И в данном случае Вот у нас, так сказать, человек, который нас снимает Он снимает и монтирует И все остальное То есть у нас фактически студия Состоящая из вас, Диана Аркадемна Меня, Сергеевича И вот нашего прекрасного визави Который спрятан сейчас за камерой Мы не будем его показывать Потому что это секретная информация Потому что всех наших сотрудников Пытаются подкупить, правильно? И не только подкупить А сколько многочисленных ситуаций, угроз Шантажа И вот мы, например, получили недавно только сообщение Я получил недавно сообщение От одного из топ-менеджеров компании Который отвечал У нас есть такой прекрасный приборчик Называется крокодил Вот если, например, когда идет интервью Пересыхает горло Можно вот так вот взять Идет пар и Очень полезная штучка Для того, чтобы легкие хорошо работали Не только легкие, а все органы дыхательных путей Троферия, бонхи, легкие Зачем нужно, чтобы легкие хорошо работали? Чтобы пугать кому? Ну и что вообще что-то делать? А что можно сделать, когда легкие хорошо работают? Например, закричать Как можно скричать? Сергей, а как насчет того, чтобы чайку сделать? Что будем кричать? О? Потрясающий объем легких и... Крокодильщик Мы вам презентуем наше новое изобретение Называется крокодильщик Всего лишь несколько вздохов Крокодильщикам И ваше здоровье и легкие будут в порядке Мы предлагаем заменить Каждому курильщику выдать вот такой вот крокодильщик Как вы думаете, я, крокодильщик? Я думаю, Сергею, что из вас получился бы Отличный менеджер по продажам Крокодильщиков Ну и не только крокодильщиков Так вот, что же у нас пишет Это вы знаете, вот когда В древнее время Была такая история Давали рис А, вы за чайчик Давали рис для того, чтобы определить Врет человек или не врет Мы не можем сказать врет или не врет Я могу только зачитать полученное сообщение Полученное сообщение хочу зачитать Присылал его Кирилл Маслиев Это топ-менеджер, который возглавлял отдел продажи компании Через которого фактически сшли все продажи компании Вот что он пишет Мы жизнью рисковали Семьи вывозили Это когда я сидел в тюрьме Постоянно под угрозами Звонили, писали Деньги все свои снимали с карточки И вам высылали Нас закрывали в кабинете В кабинетах И требовали против вас писать бумаги Хоть одну найдите от нас Все без работы, без денег, без бонусов Мы звонили, писали, тишина Кто уволил Рыбина? Я еще раз хочу прочитать Я сам не люблю, когда мне люди говорят по два раза одно и то же Я всегда говорю Сказал два раза одно и то же Лучше сделать два круга вокруг стульчика Ты понимаешь, два раза одно и то же говоришь Я специально делаю два круга вокруг стульчика Дабы еще раз сказать то, что я хочу сказать Вот какое письмо я сегодня получил, и на основании этого письма я пишу заявление на Собянина и в следственные органы от топ-менеджера компании, который во время моего нахождения в тюрьме управлял фактически и распоряжался всеми активами. Он написал следующее, что мы жизнью рисковали, семьи вывозили, постоянно под угрозами, нам звонили, писали, нас закрывали в кабинетах и требовали против вас написать бумаги, хоть одну найдите. Вот текст. Все процитировано, а без корректия. Это вот первый такой текст, где, как нам кажется, это одно из подтверждений, у нас много таких подтверждений, но вот сегодня уже просто мы не выдержали и решили позвониться в скайпе, ну, кто нас звонит в скайпе, а граждан своей, вот так, я не знаю, попозже. Значит, и поскольку мы никогда не ссылаемся на информацию, которая находится в недварированного характера, то есть не из двух систем, поэтому, конечно, безусловно, мы нашли, специально даже достали, так сказать, еще одно видео, где говорится точно так же. Потом вот я оказался в тюрьме. Что он имел ввиду? Зато другой партнер Полонского, Николай Торошенко, в одном конфиденциальном разговоре, проговорился о том, что именно Алякин просил убить Полонского за решетку года на три. Что он за решетку дня посадил? Что план изведения Полонского в тюрьме действительно существует и придумал его как раз Алякин, чтобы не выплачивать Полонскому деньги за компанию. С дурнушку. С дурнушку. Это не только принадлежит консультация, наши действия. Если вам угрожало или угрожает депутат, то я думаю, можно обратиться. Нет, не если, смотри, где она, смотри! Смотрите, зачем нам обсуждать абстрактные вещи? В данном случае. Я ваш клиент, в данном случае контрольный. Есть уж и да, в данном случае? Да! В данном случае Вы видели! Вы видели? Вы читали? Вы подтверждаете подлинность того, что я сказал на камеру? Ну, естественно, я сама лично видела, слышала... Да, то есть видно, это не только всё это показали по каналу России в то правильное время. Итак, вот я, например, знаю, скажем, в Америке, я видел передачи, где американские... Вот идёт суд в Америке, и один человек говорит, что мне заказали вот этого человека, которого в суде, в тюрьме сидел, его сразу на следующий день отпустили. Так что у него была явка исповинная или что это? Или признательные показания? Это подразумевает, что если человек хочет любить, то все остальные факты столь незначительны, что про них можно забыть и отложить во вторую позицию. То есть мы говорим о том, что есть угроза не только мне, и не только у кого-нибудь де-факто, мы же видим, всё написано, но и моим сотрудникам. У меня украли компанию. Итак, что мы должны делать, не аргумент? То есть мне казалось раньше, как было, и то, что сказали, наш руководство страны, что любой видеоматериал, который в интернете становится известен, он сразу приобретает свойства заявления. Это правильно или нет? Ну не совсем так. Для того, чтобы компетентные органы рассматривали Ваше заявление, Вы должны соблюсти некоторую процессуальную форму. Процессуальную форму. Скажите, что нам нужно сделать для того, чтобы наша милиция доблестная, полиция завела уголовное дело в отношении угрозы жизни и здоровью как мне, так и моим сотрудникам компании. Также похищение компании, кража её, ну и со всеми вытекающими последствиями. Смотрите, во-первых, нужно разграничить два века. То есть это то, что связано с хищением активов с компанией, с незаключенным договором, с выводом имущества и так далее. и такая корпоративная, гражданская часть. Смотрите, это всё хорошо, всё интересно, но мне кажется, что наша правительство говорила о такой возможности, как досудебные решения споров. Называется медиация. Мы слышали такие вещи. Медиация подразумевает способность людей встретиться до этого, да, обсудить и найти какое-то общее решение, правильно? Как Вы считаете, с точки зрения медиационного процесса, Вы вспомнили все пожелания, которые руководство страны в лице президента, премьера озвучило к бизнес-сообществу, с точки зрения того, чтобы бизнес-сообщество не дралось, а искало, так сказать, находилось в системе взаимосотрудничества, а не с точки зрения, так сказать, вкрасть, выпить в тюрьму? Я думаю, в полном объёме всё, что от Вас возможно было предпринять, всё, что от Вас зависело, мы всё сделали. Мы приняли все какие-то пригласители, 100 переговоров мирных, вся переписка была осуществлена. И мы уже видим, мы видим сейчас, что нет сотрудников, нет ответов и так далее, да? Нет реакции, нет. Мы написали по этому ВВД и Собянину, да? Значит, ну, собственно, что мы можем ещё сказать нашим дорогим зрителям? Мы можем в конце нашего сюжета показать, как мы сегодня прекрасно покатались на велосипедах по городу Тель-Алиф. Да? И я думаю, что, так сказать, вот на этой прекрасной ноте наш первый выпуск передачи «В гостях у Правды» Зиана Аркалиевна Татосовой, главным адвокатом страны. Почему главной такой страны, это тоже очень важный момент, потому что все адвокаты-мужчины, к которым я обращался для того, чтобы они взялись за это дело, поскольку у нас, так сказать, с той стороны находится Добровинский Александр Андреевич, Добросвинский Александр Андреевич, который украл у меня компанию, воспользовался, и мне нужен теперь адвокат, который защищал меня против Добровинского. Все мужчины, к сожалению, отказались, и у нас только вот, так сказать... На поле боя... На поле боя осталась одна... Это, конечно, очень уникальная история, потому что... Причем нам поступили такие комментарии, значит. Кто-то из адвокатов сказал, что они просто боятся. Кому-то сказали, чтобы они не участвовали в этом деле, потому что Добровинский возглавляет коллеги адвокатов, и... У нас тоже, кстати, вопрос, да, вот... О, кстати! К Александру Андреевичу Добровинскому, да? И вообще у нас, конечно, огромное количество вопросов... Наверное, мы их можем и завтра задать, да? Я даже думаю, нам надо вот такой вот тезис набрасывать их, чтобы потом... В ходе... Да, мы сегодня попробовали просто первую передачу, и вот показали вам проходильщика, еще покажем вам кактусы. Есть такой принцип кактусов. Значит, когда человек находится в каком-то непонятном состоянии, вы ему даете два кактуса в руку, и он их держит, и все. Такая легкая форма медитативного снятия стресса и напряжения. Диана Аркалиевна, я хочу вам подарить кактус. Ну, это вам один кактус, а вы другой кактус. Очень признательно. У нас теперь будет по кактусу, понимаете. Мы теперь будем вести передачу с помощью кактуса. Я вообще теперь с ним расставаться просто не буду. Ну что, до следующей встречи? До новых встреч в эфире. До свидания. Ураааааа! А правда супер. Правда супер. Хорошо выглядите. Сможете. Хоть бы не взглядать надо было. Без кормами... Без косметики, без одежды. Продолжение следует...